ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, Влад. Здравствуйте. Привет, Ксюша. Так, мы хотим выпить кофе. Угости нас, пожалуйста, три американо, а только оплата сразу в три разных чека. Угу. Наличным или картой? Карты, Ксюша, картой. Хорошо. Сейчас как раз мы и проведем этот нехитрый эксперимент, и вы воочию увидите, что ваша карта никак не защищена. Ага. Отлично. Спасибо. Обычная банковская карта. Узнаете себя, что вы делаете каждое утро. Кладете свои документы в некий кармашек. Либо в этот, либо там в боковой. Просто я кладу в боковой, чтобы там потом не рыскать. И едете по своим делам. Работает шайтан-машина. А вот и чек. Вы понимаете, да, что к вашей карте в любой толпе вот с этой шайтан-машины может присоседиться мошенник и снять ее в транспорте или где-то на выставке или в другом ресторане. Достаем карту. Делайте нам второй счет. Угу. Допустим, она у вас просто в кармане. Работает шайтан-машина. Ну и чтобы было понятнее, давайте-ка третий счет. Мы его отработаем с линейкой. Вот линейка для тех, кто не верит. Вот как. Опускаем. Сколько тут сантиметров, я не вижу. Работает. Пять с половиной или шесть сантиметров. Все, Ксюша, спасибо тебе большое. Вам спасибо. Вы должны понимать, что в этих пяти с половиной и шести сантиметрах может оказаться все, что угодно. Ваша куртка, ваш пуховик или ваша сумка, тряпочный кошелек. Все, что угодно. И это все не защищает вашу карту от действий мошенников. Самое главное, что карта может быть любой системой и любого банка. Это не важно. Принцип действия у них один и тот же. Поэтому для того, чтобы этого избежать, вариант номер один. Храните карты толпой. И тогда терминал, вот эта шайтан-машина, не сможет их прочитать все вместе. И поэтому откажет. Вариант номер два. Есть специальные кошельки магнито-непроницаемые. Такие чехольчики для карт. Тоже, кстати, очень эффективно. И третий вариант. Если вы не хотите тратить на это денег, но хотите сохранить свои, скажем так, финансы на карте, просто оберните ее в фольгу. И тогда никакой мошенник до вашей карты не доберется. Все, ребята, пьем кофе и едем по делам. Продолжение следует...